Священник позвонил мне в воскресенье, где-то около полудня. Ему нужен был человек, который занялся бы ремонтом старой церкви. В 98-м году, кажется, в неё ударила молния. Там был сильный пожар, и с тех пор в заброшенную церковь никто не заходил. Вот уже более 40 лет. Ну, конечно, я согласился помочь. Как только я зашёл туда, то сразу почувствовал, что там что-то не так. Мне стало не по себе. По коже побежали мурашки. Я постарался не обращать на это внимания и взялся за работу. Для начала я оторвал повреждённые половицы. Под ними скрывалось старое крысиное гнездо. Оно было похоже на все остальные гнёзда, которые мне доводилось видеть за 22 года работы в строительстве. Но потом я понял, что крысы соорудили его из человеческих костей и волос. И вдруг на втором этаже заскрепели половицы, и я явственно услышал, как плачет маленькая девочка. Тут я не на шутку испугался. Я испугался, что ветхий потолок провалится под её весом, и тогда не миновать беды. И я крикнул, «Эй, немедленно спускайся вниз». Наверное, девочка испугалась, потому что сразу замолчала. И тогда я пошёл её искать. Поднявшись на второй этаж, я с удивлением обнаружил, что он пуст. Если бы девочка убежала, были бы слышны её шаги, но я ничего подобного не слышал. Затем плач повторился. На этот раз из часовни. Я направился туда. Поднимаясь по длинной шаткой лестнице, я заметил что-то похожее на засохшие пятна крови. Когда я вошёл в часовню, меня парализовал страх. Передо мной лежали иссохшие человеческие останки. Судя по истлевшим лохмотьям, оставшимся от платья, труп пролежал здесь все 40 лет. С тех самых пор, как случился пожар. И его так никто и не обнаружил. Только крысы. И я... я убежал оттуда. Бежал, не останавливаясь, до самого города. Прошло столько лет. Вряд ли осталась хоть малейшая возможность раскрыть это преступление. Думаю, в Салеме так никто и не узнает, кто совершил это жуткое убийство. Говорят, там до сих пор слышен чей-то плач. Не знаю. Я туда больше не возвращался.